Итак, сегодня я расскажу, как изготовить силиконовые шины для радиоправляемой модели. В частности, у меня уже есть одна модель с такого рода шинами, и вполне себе я ими доволен. Они в меру мягкие, увесистые, тяжеленькие и практически не стираются. Собственно, для изготовления покрышек нам, в первую очередь, понадобится форма для литья, которую я отпечатаю на 3D принтере. Для повторения всех мелких деталей протектора лучше всего использовать мелкое сопло и меньший слой. У меня в данном случае порядка 0,1 мм. Также мне понадобится два шприца, один с водой, второй для, собственно, герметика и заливки формы. Ну и, собственно, сам материал для заливки. Я использую аквариумный силиконный герметик. Он как раз-таки необходимого черного цвета и не имеет усыхания, как обычного бесцветного. На данном примере видно, как уменьшилось размер шины, отлитой из обычного бесцветного герметика, но с добавлением черного тонера от лазерного принтера. А вот же шина из аквариумного герметика, который сохранил свой размер. И усыхание происходит буквально в течение нескольких месяцев. Хотя в данном случае вот этой шине уже больше года. Напечатанные формы для литья, в моем случае, требуют еще подготовки в виде отверстий для заполнения и также выхода воздуха. Отверстия для заливки я сверлю в боковой поверхности шины, так как там, как правило, нет никаких-либо узоров, которые могут помешать литник. Для шприца я сверлю 4-х миллиметровым сверлом. Для равномерного пролития и выхода воздуха необходимо просверлить по всему периметру еще ряд мелких отверстий. Я сверлю сверлом 1,5 миллиметра. После сверления необходимо убрать изусенцы, чтобы они не проявились в отлитой модели. Я делаю это сверлом большего диаметра. Далее необходимо соединить две половинки формы и наживить стягивающие винты. Формы я стягиваю не до конца, чтобы в процессе влития лишний воздух успешно вышел. Далее я заполняю шприц герметиком. Примерно наполовину или сколько влезет. Из второго шприца немного добавляем воды и перемешиваем какой-нибудь удобной палочкой. Вода необходима для успешного застывания герметика, так как он поглощает влагу при застывании. Однако в закрытой форме без воды герметик очень долго застывает. Поэтому приходится прибегать к такому способу. Однако перемешивание можно назвать чисто условно, так как герметикой водой не растворяется. Далее производится заливка формы смесью герметика с водой. Это понадобится сделать некоторое количество раз, пока со всех щелей не попрет герметик. Герметик. Продолжение следует... Продолжение следует... За это время как раз таки произойдет застывание силикона и уже возможна разборка форм для извлечения. Силикон конечно очень липкий и вязкий материал, который сильно пачкает все окружающее. Однако после застывания он довольно таки легко отходит от твердых поверхностей. Но в любом случае от ткани одежду пачкать не стоит. Очистить руки мне помогает подсолнечное масло, а также ненужный тряпчик. Итак, спустя 6 часов настало время вскрывать формы. Несмотря на то, что формы ничем не смазаны никаким разделителем, все же силиконовые шины довольно таки легко отходят от пластиковой формы. Вот такие шины я достал из форм. Осталось лишь напоследок обрезать дефекты литья. Качество литья конечно не дотягивает до копейных модельных шин, но однако можно вполне легко и просто практически в домашних условиях получить в шины практически любой требуемой формы. Такая технология, я считаю, вполне неплохая альтернатива печатным шинам из полиуретанового ТПУ пластика. Однако силиконовые шины выходят гораздо мягче тех самых полиуретановых. В процессе литья могут возникнуть дефекты, своего рода непролитие или водяные пузыри, которые легко могут быть заполнены и исправлены с помощью того же самого черного герметика. В первое время колеса будут очень липкими и вонючими, однако со временем это все пройдет. Всем пока, а я поехал делать следующие колеса. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok